Царица Тамара Это одна из самых любимых святых Грузии. Жила она в XII веке, прославилась своими обширными познаниями, мужеским умом, духовной крепостью и благодеяниями, оказанными родной земле. Восходит это имя к библейскому Фомарь. И в родословии Господа и Спасителя Иисуса Христа вы встретите это имя, которое в переводе на русский язык означает «финиковая пальма». Замечательно, что пальма является символом победы, жизни над смертью, символом воскресения. И, наверное, многим, кто любит читать Новый Завет, евангельские повествования, помнится, когда Спаситель свершал с Илеонской горы свое шествие в Иерусалим, то народ в восторге срезал пальмовые ветви и постелал их под копыта ослика. Ветви эти держали и жители Иерусалима со словами «Ассанна, вышних благословен в гряды во имя Господня». Итак, пальма – символ воскресения Христова. Вербное воскресение сегодня можно видеть в руках прихожан не только вербочки, но и прекрасные длинные пальмовые листья. А в книге «Откровения» Иоанна Богослова вы можете найти то видение, где святой апостол созерцает праведников в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках. И, победив зверя-диавола и отвергнув его начертания, те поют таинственную песнь «Аллилуйя». Таким образом, с именем Тамары связан образ воскресения, образ победы, добра над злом, жизни над смертью. И грузинская царица Тамара потому и вошла в анналы истории, как одна из самых благодетельных для Грузии правительниц, что вся ее мысль, ее чувство, вся ее деятельность были посвящены Христу, были положены к стопам воскресшего нашего Спасителя. В этом смысле образ святой Ольги, нашей русской правительницы, соотносится со светлым образом царицы Тамары. Но история – хорошая учительница. Она нам свидетельствует, что находиться на высоте человеческой иерархии очень непросто и сложно. Тяжела шапка Мономаха. Потому что вокруг престолов, вокруг земных владык всегда бушевали и бушуют страсти. Дьявол ни на кого так не ополчался, как на христианских правителей, у которых Бог в душе, и которые главной своей обязанностью почитают защиту христианской православной церкви от посягающих на ее целостность еретиков, от внешних захватчиков. И как нелегко властвовать и управлять. Я возвращаюсь к имени Тамары и к тем, кто наречен этим именем. Потому что все мы созданы по образу Божию. Каждому из нас должна быть присуща царственность. В том смысле, что наш бессмертный дух – это своего рода монарх, который должен управлять душою, управлять и телом. Дорогие Тамары, вспомните, что бессмертный человеческий дух проявляет себя в определенных царственных свойствах, способностях. И, во-первых, это интуитивное, присущее нам видение Господа, устремленность к миру духовному, способность чувствовать, что Бог нас видит, слышит, любит, Он находится рядом с нами. И вам, милые Тамары, должно быть в высшей степени свойственным устремлением в духовный мир, который открывается нам через двери православной веры. Вы тогда обретете гармонию с самими собою, с ближними, когда в вашем духе будет запечатлено имя Господа Иисуса Христа. Когда вы обратите к Нему ваши душевные силы и обретете в Нем, Господи, покой и мир и блаженство. Иное свойство Духа – это развлечение добра и зла, наша совесть, которую иногда называют Божьим голосом в человеке. Чем душа просвещеннее, чем она крепче в нравственной жизни, тем бдительнее она прислушивается к голосу совести. И Тамары ни в коем случае не должны попирать совесть, приступать к ее велению. Жить по совести – это значит исполнять заповеди Божии. И опыт показывает, что человек, который для себя поставил нравственным правилом соблюдения заповедей, чужого не брать ни при каких условиях, не нарушать верности, являться словом и делом почтения к родителям, не осуждать людей, чтить Господа Бога и не произносить в суе Его имя, но молительно призывать Христа. Такие люди мало-помалу обретают в обществе большой нравственный вес и авторитет. Мне кажется, что Тамары – это как раз не пустяшные, не верткие, не суесловные, не легкомысленные особы, но те, кто с чувством, с толком, с расстановкой произносят каждое слово, знают, когда молвить, куда ступить, умеют выстраивать отношения с людьми в соответствии со своими убеждениями. Итак, мы говорим, что Дух управляет разумной душой, а душа проявляет себя в умственной деятельности, в валениях, в чувствованиях. Что-то нам нравится, что-то нам не нравится, чего-то мы хотим, чего-то мы желаем. Тамары – это не взбалмошные красавицы, это не принцессы на горошине, не капризные, своевольные существа, но они все, как подлинные царицы, подчиняют разуму и порядку. Для них долг и ответственность в столь же важные категории, как любовь и верность. Боюсь, что если я дальше продолжу это размышление, мы не закончим и до вечера. Все хорошо, в меру. Поэтому прощаемся с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин